Достигай Израиль и весь мир! Шалом Аллахим, мир вам, возлюбленные! Дорогая, мы еще раз окунемся в тему о том, как Иешуа, Иисус, совершает библейский иудаизм. В сегодняшней программе мы сконцентрируем внимание на природе Бога, открытой нам в еврейской Библии и в Новом Завете. Я считаю, что когда мы, как верующие, поймем, что еврейские писания и Брит Хадаша, Новый Завет, учат нас одному и тому же, что Бог прежде всего святой, и что в Его святости Он также полон благодати и любви, когда мы увидим связь между двумя заветами, это принесет нам мир и даст огромную ясность нашей вере. Что ты сегодня возьмешь для себя? Я вижу в этой серии, как Дух Божий течет через тебя в людей, привлекая их к сердцу Бога, к Его природе, к полноте понимания того, кто Он. Это и Его святость, и благодать, и сострадание. Но в это же время Он знает, что мы должны отвратиться от зла, поэтому Он включает в Себя абсолютно все. Наш Господь суверенно призывает нас, Свою невесту, к познанию того, кем Он является, чтобы мы могли Его понимать во всей полноте. И в этом смысле, через эту серию, мы приходим к близости с Богом в наших сердцах. Ах, как же это прекрасно сказано! Баруха Шам, благословенно имя Господне! Возлюбленные, я продолжаю серию о том, как Иисус совершает библейский иудаизм. Я только недавно закончил написание книги «Лев Иудин». В ней я не только говорю о том, как разделены между собой иудаизм и христианство, но также, как Ветхие Новый Завет в точности соответствуют друг другу, и как Иешуах и Машеах, миссия всего мира, совершает библейский иудаизм, как он открыт нам в Еврейском Писании. В этой серии несколько выпусков, и я призываю вас посмотреть каждый выпуск этой серии, потому что это фундаментальное учение. Оно поможет вам понять, как вся Библия, и Ветхий, и Новый Завет в точности соответствуют друг другу. Я не стану делать обзор всей серии, но я скажу, что на прошлой неделе я показал вам, что еврейские Писания и Новый Завет идентичны в том, что они открывают нам о природе Бога. Прежде всего, они показывают нам, что Бог святой, отделенный, уникальный, и нет Ему подобного. Он вечен, и Он никем не созданная жизнь. С Ним ничто не сравнится. И, во-вторых, я показал вам, что еврейские Писания и Новый Завет говорят нам о том, что Бог сострадательный, милосердный. На прошлой неделе мы читали Исход 33 и 34 главу, где Моисей просил Господа явить Ему Его славу. Господь сказал, Моисей, «Ты не можешь увидеть Мою славу и остаться в живых, но я прошу тебя, спрячься в скале и начни взывать к Моему имени Яхве. И когда ты, Моисей, вызовешь ко Мне, я спущусь с неба и явлю тебе благость Мою». Обратите внимание, что Бог здесь называет Свою благость Своей славой. «Моисей, я явлю тебе славу Мою. Перед тобой пройдет вся Моя благость. Как же это здорово понимать, что Божья слава — это откровение о Его благости». Итак, Моисей сделал то, что Господь Ему велел. Он прячется в скале и взывает к имени Господа. И Господь спускается к нему и провозглашает над Моисеем имя Господне. Он открывает Моисею, кто он, являет Свою славу. И когда Моисей получает это откровение в 34 главе книги Исход, после того, как он воззвал к Богу и попросил его явить Ему славу Божию в 33 главе, Бог велит ему спрятаться в скале и воззвать к нему оттуда. Их встреча описана нам в 34 главе Исхода. Итак, Бог спускается к нему и начинает открывать ему Божью славу и Божью благость. Сейчас мы прочитаем то, на чем остановились в прошлый раз. Это Исход 34 глава, 6 стих. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил Яхве, Яхве, Бог». Яхве — это вечное имя Бога, но мы пользуемся переводом этого слова. Это слово «Господь». Иудеи называют его Адонай. Они считают, что имя Яхве слишком свято, чтобы его произносить. «И так приходит Господь Бог, Бог человека любивый и милосердный. Бог открывает Моисею свою природу. Он человека любивый и милосердный». Почему я ставлю ударение на этом? Потому что многие считают, что в Новом Завете Бог открывается нам как Бог благодати, а в Ветхом Завете мы не видим Его благодать, а видим только жестокого законодателя, того, кто дал моральные стандарты и затем безжалостно карал людей за их грехи. Но реальность в том, церковь, что и Ветхий, и Новый Заветы, во-первых, являют нам Бога как святого. И следующий атрибут, исходящий из Его святости, это Его благодать и милосердие. Дело в том, что и Ветхий, и Новый Заветы являют нам одного и того же Бога. А не один Бог в Ветхом Завете и совершенно другой в Новом. Он не изменяется жестокого законодателя с хмурыми бровями в Ветхом Завете на счастливого добряка в Новом. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Давайте мы продолжим читать это самое глубокое откровение о том, какой наш Бог во всей еврейской Библии. Исход 34, глава 6 и 7 стихи. Бог явил Себя Моисею. Иудеи называют Моисея пророком, с которым Бог говорил лицом к лицу. Господь сказал, что когда он говорит с пророком, он говорит с ним через видение или через сон. Но с Моисеем, сказал Господь, я говорю так, как человек говорит с другом своим, то есть лицом к лицу. Поэтому в иудаизме Моисей считается пророком, с которым Бог говорил лицом к лицу. Моисей взывает к Господу, и прошел Господь пред лицом его и возгласил, «Господь, Господь Бог». В этот момент Господь дает Моисею откровение о Нем. Он не просто произносит слова, но в этот момент Моисей в духе точно понимает, что означают эти слова Бога. Господь. Господь — Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный. Разве не напоминает Он нам того Бога, которого Иисус явил нам в Новом Завете? Это все тот же Бог, милостивый и милосердный. Помните, Иисус сказал, «Кто видел Меня, тот видел Отца». Исход, 34 глава, 7 стих. Мы продолжаем. Бог говорит Моисею, «Я, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех». Разве не такого Бога мы видим в Новом Завете? Бога, который прощает. Иисус сказал женщине, пойманной в прелюбодеянии, «Я не осуждаю тебя. Идеи впредь не греши». Когда Иешуа висел на кресте, он сказал, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Итак, то, что мы прочитали о Боге в этом глубочайшем откровении из Еврейской Библии, полностью последовательно с тем, какого Бога мы видим в Брит-Хадаша, то есть в Новом Завете. Ну а мы продолжаем. «Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, а вот теперь послушайте внимательно, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу». Итак, современному христианину легко переварить то, что сказано о Господе в первой части этого отрывка. «Господь милосердный и человеколюбивый. Он милостив, и Он прощает грехи и беззакония». Но вторая часть этого отрывка заставит некоторых приткнуться на том, что здесь сказано о Боге. Давайте прочтем вторую часть седьмого стиха еще раз. «Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Итак, последовательно ли эта часть стиха с Новым Заветом? «Да, последовательно». Иисус пришел и простил грех. Но также Он сказал, обращаясь к лидерам народа, «Если не уверуете, что Я Мессия, то есть Спаситель мира, то умрете во грехах ваших». Итак, Иисус говорит, «Я пришел, чтобы простить, но если вы не раскаетесь, то умрете во грехе вашем». Иисус также сказал, что возмездие за грех – это вечная смерть, отделение от Бога и пребывание там, где плач и скрежет зубов. Те, кто не покаются и не примут прощения, которое предлагает Бог, будут осуждены за свой грех, и ярость Божия падет на них. Итак, что Бог говорит в Торе? Он говорит, что Он полон прощения и благодати, Он прощает беззаконие и грех, и именно это сказал Иисус, а также, что если они не покаются, то умрут в своих грехах и будут судимы Богом, возлюбленные. Ветхий и Новый Заветы полностью последовательны в том, чему они учат о природе Бога. Кто-то задается вопросом насчет последней части этого стиха, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Здесь речь идет о духовной проекции. Если, скажем, я алкоголик или жестоко обращаюсь с женщинами, и я отец, то дух, который на мне, перейдет на моих детей, и, возможно, мои дети станут такими же. Это передастся их детям, то есть моим внукам. Это динамика духовных сил тьмы в действии. Но кто желает, может покаяться, и он будет прощен. Если же люди не раскаются, их ожидает Божий суд. И зачастую это передается по семейному древу до третьего и четвертого рода. Я пытаюсь помочь понять тем сегодня, кто слушается открытым сердцем, что нужно рассматривать всю Библию как одно целое. Не нужно думать, что в Ветхом Завете Бог был одним, а вот в Новом Завете Он стал совершенно другим. Он всегда один и тот же. Помните, вчера, сегодня и вовеки. Во имя Иисуса я освобождаю тебя сегодня. Демон, выйди вон из этого человека. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Произошло чудо. Эта женщина по имени Набу Года страдала от острой боли в спине и в груди целых пять лет. Пять лет? Да, все эти годы она не могла работать. Муж подносил ей воды, чтобы она могла поесть. А вот ее пастор. Он все о ней знает. Она ходит в его церковь, но сейчас в ее теле совсем нет боли. Она полностью свободна и исцелена. Я уже три года являюсь ее пастором. Когда я молился, вы увидели, как три беса вышли из нее. Это так? Вы слышали? Он видел, что во время молитвы три беса вышли из нее. А потом я увидел большую звезду, сходящую с неба. Она светила шестью лучами света и спускалась над ней. Вот это да! Теперь она хорошо себя чувствует. Она чувствует себя прекрасно. Никаких болей больше нет в ее теле. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Когда люди читают Ветхом Завете, как Господь спрашивает за грех и наказывает людей за их грехи, они видят строгого Бога и у них происходит когнитивный диссонанс. Как же этот Бог может быть благим и милосердным Богом? Ко всей этой путанице, связанной с тем, что в Ветхом и Новом Заветах Бог кажется таким разным, добавляется еще антисемитская теология, которая существует в церкви на протяжении почти двух тысяч лет. Я говорил об этом в своей серии о том, как разделены между собой иудаизм и христианство. Я вдохновляю вас посмотреть эту серию. А сейчас я хочу показать вам очень яркий пример того, о чем мы говорим. Давайте посмотрим первую главу Евангелия от Иоанна, 16 стиха. Я буду читать из Библии короля Иакова. Этот перевод был сделан в 17 веке. Я не критикую эту версию Библии, как не критикую любой другой перевод. Я просто хочу показать вам, каким антисемитским было мировоззрение в церкви. Из-за антисемитизма церковь начала смотреть на Ветхий Завет как на нечто устаревшее, как на то, что вам уже не нужно, и что уже для нас неактуально. Послушайте, что сказано в Библии короля Иакова. А вот как они перевели ранние манускрипты Иоанна 1 главы, 16 и 17 стихи. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, но благодать и истина произошли через Иисуса Христа». Послушайте еще раз. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». Сколько мы видим здесь благодатей? Две благодати. Здесь сказано «и благодать на благодать». У них была одна благодать, и теперь нам дана вторая благодать. Послушайте еще раз. «Я хочу, чтобы вы поняли и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». Одна благодать накладывается на другую, то есть сверх той. Ну и следующий стих. «Ибо закон дан через Моисея, но благодать и истины произошли через Иисуса Христа». Обратите внимание на союз «но». Именно так переведен этот стих в Библии короля Иакова. Если вы пользуетесь этой версией Библии, вы видите, что союз «но» выделен курсивом. Почему союз «но» выделен курсивом? Через курсив переводчики показывают, что в ранних манускриптах не стоит союз «но». Они добавили это в свой перевод. Именно поэтому этот союз выделен здесь курсивом. Курсивом в переводах обычно выделяют то, что было переведено недословно, что было добавлено ради логичного звучания переведенного перевода. Но я прошу вас задуматься вот о чем. Они добавили в данный текст «союз-но». Когда именно мы ставим в речи этот союз? И для чего мы его используем? «Союз-но» обычно используется, чтобы подчеркнуть отличие или противопоставление. Представьте, что ваш начальник вызывает вас к себе. Дверь в его кабинет закрывается за вашей спиной, ваш начальник говорит вам, «Вы хорошо справились с тем заданием, но...» Как только он произнес слово «но», вы знаете, что сейчас речь пойдет о чем-то совсем другом. Вас уже не будут хвалить. «Союз-но» использован как противопоставление. Представьте, что вам говорят, «Мне нравится твое платье сегодня, но...» И вы знаете, что сейчас вам скажут что-то плохое о вашей внешности. «Союз-но» соединяет то, что совершенно различно по своему значению. Учитывая этот факт, прочитаем это место еще раз, «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, но благодать и истины произошли через Иисуса Христа». Вы видите, что происходит? Переводчики противопоставляют закон, данный Моисеем, и благодать, и истину, пришедшие через Иисуса. Словно закон, данный Моисеем, был противоположен и отличался от благодати и истины, данной через Иисуса. Позвольте мне в последний раз показать вам это место. Я так хочу, чтобы вы это увидели, ибо закон дан через Моисея, но благодать и истина произошли через Иисуса. Словно в еврейской Библии не было благодать и истины, словно Ветхий Завет только и говорит о законе. Словно благодать и настоящая истина пришла уже в Новом Завете. То есть мы видим, что переводчики все запутали. Мы посмотрим 16 стих и заметьте, что благодать уже была. И от полноты его все мы приняли, и внимание, благодать на благодать. То есть появляются уже две благодати. Другими словами, сам закон был выражением Божьей благодати. Это уже была благодать. Но потом, когда был послан Иисус, пришла еще большая благодать. Поэтому автор послания к евреям говорит, Бог многократно и многообразно говоривший издревле Отцам в пророках в последние дни Исии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через Которого и века сотворил. То есть Он говорит, что то, что было в еврейской Библии, это была истина и была благодать, но полноту благодати и истины явил Иешуа, когда пришел на землю. Они не противоположны друг другу, просто откровение набирает обороты. Со временем откровение о Божьей благодати становится более полным и широким, и кульминация этого откровения заключается в личности Иешуа. Прежде чем мы закончим сегодня, я хочу, чтобы мы открыли Тору, книгу второзакония, 4 главу. Прочитаем 7 и 8 стихи. Через это местописание я хочу, чтобы вы убедились, что сам закон является проявлением Божьей благодати. Итак, Господь говорит Своему народу Израилю, ибо если какой великий народ, которому Бог и Его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Так чем так хорош был закон? Мы должны понимать, что Израиль жил в варварском мире, в котором не было справедливости, закона, в народах мира, так сказать, не было морального кода. Если кто-то украл у человека козу, он мог отомстить, убив того, кто украл у него козу. И к тому же убить его жену и детей и сжечь его дом, Бог призывал свой народ не жить по стандартам варварского мира, но иметь справедливые стандарты. Око за око, зуб за зуб. Иисус сказал, «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб?» А я говорю вам, сказав это, Иисус не упразднил закон. Он просто призывал Божий народ жить по еще более высоким стандартам. Он говорил, «Если кто обидит вас, поверните к тому человеку другую щеку. Благословляйте врагов ваших». Он поднял закон на еще более высокий уровень. Он поднял планку для народа Израиля. Как видите, друзья, Бог Израиля со временем открывал себя все больше и больше, и кульминацией этого стало откровение о Его Сыне, который до сих пор лично открывается нам с вами каждый день. Я надеюсь, эта серия помогает вам понять, как Ветхий и Новый Заветы, Танах и Брит Хадаша полностью соответствуют друг другу. Авва, Отец, желает, чтобы мы понимали истину и чтобы она стала вам понятной. Я надеюсь, с моей помощью вам стало все ясно. Люблю вас. Шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог, Отец, Яхве, Бог Израиль благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог, Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. Этот выпуск заканчивает серию «Как Иисус совершает библейский иудаизм», часть 1. Если вы желаете приобрести эту серию, зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение узнавая еврейского Иисуса сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осеянных святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерую добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи. Но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Керта Шнайдера «Лев Иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхий и Новый Завет. И как Иисус совершает иудаизм.